Радио Свобода 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 Тот чемпионат я очень люблю, но, наверное, как все первое, как первая любовь, первый автомобиль, так и первый чемпионат. Замечательный был великолепный чемпионат 70-го года, мексиканский. И вот я в этот ряд встраиваю нынешний, который тоже мне страшно нравится. Он мне нравится прежде всего за возвращение к такому очень творческому, импровизационному, вдохновенному футболу за то, что пока что на этом чемпионате в известной степени доминирует такой футбол латиноамериканский, потому что много команд южноамериканских вышло в плей-офф и по существу, хотя сам я на нынешнем чемпионате впервые болею не за южноамериканцев, а за голландцев. Команда, к которой прежде я относился в общем спокойно и равнодушно, хотя помню эту великую команду, и в которую я совершенно как-то оказался на этом чемпионате влюблен. То есть изменили латиноамериканскую? Ну нет, не изменил. Посмотрим. Я жду, что как-то вырастят, нарастят игру бразильцы, которые при всей моей любви к бразильскому футболу пока что на меня такого уж грандиозного впечатления не производят. Я, конечно, очень разочарован и уругваем, и, честно говоря, Аргентиной, но ждем многого от Коста-Рики, ждем от Колумбии игры. Но, тем не менее, голландцы мне очень импонируют, мне очень нравятся на этом чемпионате. Спасибо. Ну, из нашего коллектива наиболее упорно и каждый день, каждую ночь следит за перипетиями Мундиаля в Бразилии наш коллега Алексей Кузнецов. Он с нами по скайпу. Алеша, здравствуйте. Какие у вас впечатления от этого чемпионата и когда вы впервые приобщились к этому великому таинству чемпионата мира по футболу? Добрый день. Теоретически, конечно, я должен помнить еще чемпионат мира 1966 года, поскольку этот чемпионат, по-моему, был первым, который показывали в Советском Союзе. Но вот мне было тогда 6 лет, и вот я, как говорится, хоть убей, не помню, чтобы я сидел у телевизора и его смотрел. Хотя я жил в те времена в месте, где Теривер был, я мог его смотреть. Но я помню только хронику финала, хронику других матчей, но вот, к сожалению, не могу сказать, что я смотрел, и что я это в осознанном виде храню в памяти. Поэтому мой первый чемпионат, который я действительно смотрел осознанно, я уже был активным болельщиком, это был 70-й год, Мексика и финал Бразилии и Италии. И мне глубоко запала душу победа Бразилии 4-1, прекрасная игра Пелея и других бразильцев. Конечно, это замечательные воспоминания. Из других чемпионатов мне больше врезался в память чемпионат мира 1982 года в Испании. Особенно некоторые матчи и особенно матч полуфинал Франции и Германии. Вообще я склонен не чемпионатами мира, а какими-то наиболее яркими именно матчами. Вот они запоминаются. Вот в случае с чемпионатом мира 1974 года, это запоминается финал Голландии, Германии, вернее ФРГ. Конечно, это было очень сильное ощущение. А в случае с Испанией финал запомнился меньше, а запомнился матч Франция-Германия, когда немцы проигрывали 0-2 по вертаме, сравняли 2-2, выиграли по пенальти. Это было сильнейшее и эстетически потрясающее зрелище. Что касается нынешнего чемпионата, я бы действительно поставил его в ряд примерно на уровень третьего места. И то с оговоркой, что пока еще дело не завершилось. Мы говорим в тот момент, когда еще не закончился первый этап плей-офф. И два из половины матчей плей-офф одной восьмой финала привели к серии 11-метровых, как достаточно напряженному противостоянию. Но пока такой яркой, осознанной, сумасшедшей, красивой, эстетической, впечатляющей игры в плей-офф пока не было. Я надеюсь, что она будет. И в этом смысле чемпионат может продвинуться куда-то и выше и занять более яркое место в политике. Спасибо. Я благодарю Алексея Кузнецова. Но продолжить разговор я хотел бы не впечатлениями яркими от этого чемпионата, а теми, может быть, неудачами, которые произошли уже с теми командами, от которых мы ждали многого. Вот драма Испании, Италии, Англии – это общая драма, имеет общие какие-то черты или это каждая отдельная история? Вот у каждой из этих сборных есть своя история падения на этом чемпионате. Можно ли было ожидать, вот вы, Олег Винокуров, ожидали, что эти три сборные или каждая из них вот так выступит? Ну, что здесь можно сказать? Истории, конечно, у всех разные, хотя, предположим, Италия, как мы знаем, уже второй раз подряд не выходит из группы. Так что уже ничего удивительного в этом нет. Казалось бы, хотя так по статусу это действительно странновато, по статусу итальянцев, но уже какая-то закономерность. Англичане в последнее время тоже не балуют нас какими-то такими яркими выступлениями. Ну, на этот раз они сыграли на один матч меньше, чем на прошлом чемпионате. Не вышли из группы, это, конечно, неправильно и досадно, но что делать? Играть надо было лучше. А вот насчет Испании, мне кажется, что, ну, вот у меня есть стойкое ощущение, что Испания с момента своего первого триумфа, который случился на чемпионате Европы 2008 года, вот она все время на протяжении последних лет играла хуже и хуже. Просто, ну, хуже относительно самой себя, но не хуже относительно соперников, которые просто этим не могли воспользоваться. И вот, раз уж мы говорим о впечатлениях, о яркости начали, вот мне видится, что в 2008 году была самая яркая победа Испанская. В 2010 уже не столь яркая, в 2012 уже совсем не яркая. Там просто повезло, что итальянцы разобраны и совершенно каким-то чудесным образом попали в финал. И так получилось 4-0. Ну, красиво, вроде как, убедительно. Но на самом деле по игре-то Испанцев, относительно самих себя, это было уже не так убедительно. И все, и сейчас уже, наконец, мы поняли. Ну, вот все, пришло то время, когда уже многие уже давно понимали, как играть с этой Испанией. Ну, и вот уже теперь научились ее и обыгрывать. Вот, особенно хорошо это по сборной Чили. Видно, во сколько они как раз на прошлом чемпионате тоже чилийцы были в группе с Испанцами. Тогда не смогли, сейчас смогли. Вот. Так что у всех, конечно, своя история. Действительно. Ну, обидно одинаково за всех. Леонид, а как вы видите эту историю, драмы великих команд на этом чемпионате? Согласен совершенно с Олегом, что у всех своя история. И вместе с тем, на мой взгляд, все эти вот падения, они абсолютно закономерны. Каждый по-своему. Ну, слава богу, что, хотя же выражаю чисто убеседное мнение, что провалилась Италия когда-то, на мой взгляд, в общем, загубившая мировой футбол. Вот этой вот своей игрой от обороны и игрой на ноль, честно говоря, никогда не был поклонником этой команды при всем своем интересе и любви к Италии как таковой, к итальянской культуре, к итальянскому какому-то очень яркому национальному характеру. Ну, вот в футболе, мне кажется, итальянцы в свое время сыграли какую-то роль, абсолютно противоречащую легенде о том, что такое есть Италия. С ее культом какого-то, так сказать, темперамента, азарта и так далее и тому подобное. Англичане действительно, что мы, собственно, такого уж яркого в последнее время видели от английского футбола, при всем к нему уважении, при всем том, что мы всегда помнили, что там эта игра родилась, что благодаря ей мы вообще, благодаря Англии мы имеем футбол. Так что ничего как бы удивительного в том, что на этот раз произошла такая неудача, я не вижу. И, как ни странно, нет, наверное, ничего удивительного и в провале Испании. Ну, а сколько можно господствовать, сколько можно сидеть на троне, все состоит из взлетов и спусков, тем более в спорте. Вот так и произошло. Долго очень держалась Испания, действительно была совершенно великолепная команда. Я ее очень любил, на самом деле, и на последнем чемпионате мира. Она тоже мне казалась очень яркой, но, наверное, кроме всего прочего, ну, как-то, так сказать, сытость есть сытость. Все уже... А что? Вот все было завоевано. Все было завоевано, да причем еще в некоторых случаях не по одному разу. Куда дальше стремиться? И, конечно, ну, не была в достаточной степени, видимо, команда обновлена вот этот вот прилив каких-то свежих сил, не только даже вот таких, так сказать, чисто спортивных, но как бы каких-то вот душевных, вот какого-то азарта за счет новых... Идей новых. Идей новых, конечно. Конечно, конечно, не было никаких новых игр. Все вот как придумали когда-то, так и играли, да. Да, 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 так и играли, как при бабушке, вот как при дедушке. При дедушке Араганойся. Да, да, да. Ну, а нет здесь никакой-то мистики футбольной, вот чтобы так сокрушительно проиграть, да, вот не просто сложить полномочия там где-то на пути к финалу, полуфиналу, а вот... Кстати, уже можно считать, традиция создалась в 2000-е годы. Чемпионы мира, ну вот из четырех чемпионатов мира, в трех случаях чемпионы мира не выходили из группы. Франция в 2002-м, вот единственное было исключение, Бразилия в 2006-м вышла, а в 2010-м Италия, сейчас Испания, то есть из четырех чемпионатов в 2000-х годах, в трех чемпионы не выходили из группы. Ну это же о чем-то говорит, вот видимо, ну действительно, ну нужно, нужно как-то перестраиваться. Уже сейчас, ну таких случаев вообще было всего два в истории, когда команды выигрывали два чемпионата подряд. Один совсем уже в далекие, в 30-е годы, там когда Италия была, и один, ну тоже в достаточно далекие 50-е, 60-е, когда Великая Бразилия. 50-е, 56-е, да, 58-е, 52-е, да, Белея, Горичина и все такое прочее. И сокрушительный провал в 56-м у той же Бразилии. Да, 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 да. Ну вот в том-то и дело, то есть два-то подряд выиграть, это целая история, а сейчас уже получается, может быть действительно, может быть это такой психологический трюк, потому что люди не понимают, ну как, ну мы же выиграли, мы же лучшие, мы же лучше всех, что же нам теперь менять-то, как же нам двигаться? А двигаться надо, потому что все эти вот остальные страны, на которых и держится мировой футбол, он не держится на четырех китах, которыми руководят тренеры, получающие бешеные миллионы. Он держится на Мексике, где там за 1,37-ю там какую-то часть зарплаты Капелло работает тренер, условно говоря, ну это просто все очень любят, таблицы такие всегда публикуются, зарплаты тренеров, и мы видим, что кто больше зарабатывает, у того больше вероятность, что он провалится, потому что на первом месте в этом году там Капелло со своими шестью там с чем-то, почти 7 миллионами фунтов, на втором месте Ходжсон там 3,5, ну вот они все, ну ладно, деньги деньгами, но вот, наверное, действительно, люди не ощущают такого стимула, если ты чемпион, то тебе надо же что-то теперь двигаться дальше, а куда, ну уже куда дальше, и не проходит это теперь, вот, когда есть, ты любая Коста-Рика, может тебе устроить головомойку, там, ну может выиграть, может не выиграть, там, или какой-нибудь Кут-Диуар, потрепет нервы так, что вообще мало не покажется, и вот может быть в этом действительно психологический трюк, люди не понимают, или думают там лучше, враг хороший, как считается. Спасибо. Алеша, я обращаюсь к Алексею Кузнецову, а вам лично и этому чемпионату мира, на ваш взгляд, не хватает Испании, Италии, Англии? Ну, в том виде, в каком они выступили уже на этом чемпионате, я думаю, нельзя сказать, что их не хватает, я думаю, может быть, и хорошо, что они выбыли и перестали дальше изображать футбол. По поводу Испании я бы добавил, что и с испанцами вообще ситуация утяжеляется тем, что они получили мощный сигнал о том, что их модель игры близится к концов. Ровно год назад, на Кубке Конфедерации в финале с Бразилией, когда бразилицы их просто разнесли и по игре, и по счету 3-0, уже тогда было понятно, что эта Испания не будет сильной на чемпионате мира при всех своих регалиях и при всей своей действительно замечательной модели игры. Но вот этого года испанцам не хватило, чтобы осмыслить эту ситуацию. Мне кажется, конечно, нужно было резко менять состав и рискну предположить, что, может быть, стоило поменять тренера, потому что в Сенте-Дель-Воске, конечно, тренер прекрасный, но его такой патриархальный вид, такой, как Господь Боксовов или праведник Ной, он, конечно, на обновление игровых идей, конечно, не тянул, хотя тренер, безусловно, занятливый. Думаю, что испанцы не пошли на такое резкое обновление, и когда у них были проблемы в нападении, то кроме Торреса фактически некем было обновлять игру, а Торрес уже давно прошел пик своей лучшей игры. Что касается Англии, мне кажется, у них проблема в том, что поколение Джерарда и Лэмпорда уже фактически сошло. Кроме них ярких, талантливых игроков, ну вот кроме Руни еще, которые тоже уже фактически близок к ветеранскому возрасту, не нашлось. А с тренерами для сборной у Англии давно проблема, давно уже английских, собственно, тренеров не так много. Фергюсон, шотландец, и он работал в клубе, он клубный тренер, венгер, француз, ну и так далее. А тренировали швед и вот капеллы в прошлом цикле, отборочном. Вот Англия, собственно, ничего и не показала, ввиду того, что кризис тренеров и кризис талантливого поколения игроков. Что касается Италии, итальянцы попытались сделать ставку на молодое поколение, и оно было неплохо сыграло на чемпионате Европы, даже несмотря на поражение 0-4 от испанцев. Но, конечно, команда эта не сформирована, и за счет того, что один из игроков, на которого регулярно делается ставка, оказывается, из-за состояния Анфан Террибль не вышел. Я имею в виду Марио Балатега, он, конечно, фарвард талантливый, но со своим характером лучше бы ему пореже о нем вспоминать, и лучше думать, побольше думать об игре, а не о своем характере. Ну и, если вспоминать, еще примкнувшую к этим бывшим чемпионам мира Португалию, которая, наверное, сейчас вообще не показала ничего, чего от нее могли бы ждать. Возможно, за счет того, что Криштиану Роналду был с травмой, возможно, еще за счет каких-то причин. Но, что говорить, этих команд уже нет, а вместо них сейчас играют очень красивые и очень интересные сборные. И тот факт, что Чили проиграл уже Бразилию в одной восьмой финала, говорит лишь о том, что это футбол, и ничего не больше, не меньше. Чилицы могли вообще выиграть, попали в штангу на последних минутах матча, и все, и Бразилия бы вылетела. И пенальти били до последнего удара. Я думаю, что как раз такие команды, как Чили и Коста-Рика, сейчас показывают футбол, ну, если не будущего, то, по крайней мере, очень освежают эту футбольную модель игры. Я думаю, что за ними, по крайней мере, есть очень хорошие перспективы. Хотя страшно тебе представить, я вот прошу прощения, что я вклинилась, что было бы, если бы вылетела Бразилия. Ну, мне сейчас страшно. Я и сейчас, вот, я не могу представить, если она не выиграет чемпионат. Что случится со страной? Ну, может, помнил эти истории 50-го года, когда там сотни были, ну, летальных исходов, там, сколько сразу у людей было инфарктов, а потом же еще волна самоубийств там прокатилась. Игорь Фессуненко мне рассказывал в этой студии, как просто человек, слушая трансляцию, кинулся под машину. Да, ну, может быть, сейчас до такого не дойдет, хотя кто их знает. Может быть, сюда идет, бразильцы, они же остались бразильцами. Ну, в общем, мне и сейчас страшно. Ну, тем, кто проигрывает бразильцам, им не так страшно. Это для тех стран, которые проигрывают бразильцам, это привычно. Ну, я себя, вот, когда я смотрел «Бразилич» или я себя поймал на этом, потому что, с одной стороны, я желал успеха чилийцам. Это было бы, конечно, интересно. С другой стороны, я себе представлял, а что дальше, если чилийцы выигрывают? Что будет дальше вообще? Трудно себе представить, трудно предположить. Так же пусть все-таки бразильцы идут до финала. Так, одно уже пожелание высказано. Кого еще хотим видеть в финале? Да сложный вопрос, сложный. Дело в том, что, ну, понимаете как, чемпионат так устроен, что все-таки команды видоизменяются. Ну, он состоит из двух принципиально разных турниров. Групповой этап и, естественно, отборочный, ну, этот уже плей-офф, когда уже совсем серьезные вещи стали на кон ставиться. И, в принципе, очень многие команды трансформируются. Потому что, ну, кто-то, у кого вообще главная задача выйти из группы, он, конечно, все силы выкладывает. Считается, что фавориты должны немножко придерживаться. Они же рассчитывают весь месяц тут продержаться, а не неделю. Поэтому им надо беречь силы. Они как-то аккуратненько, потихонечку втягиваются. Другие команды, наоборот, что им, куда им отступать? Ну, той же Коста-Рике, условно. Все, что есть, выкладываем на стол. И, ну, и, естественно, психология. Психология сразу другая. Вот возьмем Уругвай, который, в принципе, по большому счету, меня разочаровал. Мне было интересно наблюдать за тем, как он решал сложнейшую турнирную задачу. Попал-то в группу сумасшедшую. Обыграл итальянцев, обыграл англичан. Ну, это круто. Это, ну, может быть, самое главное, что произошло на этой стадии, на первой групповой стадии. А потом уже, ну, ты выходишь, ну, тут уже надо играть. Ему можно было просить. По большому счету, Уругвай ничего не показал, кроме героических результатов. Ну, и индивидуальной, конечно, выдающейся игры Суареса. И поведение выдающегося. Ну, пока, да. Поведение это же было в самом конце уже. В самом-самом конце. Чемпионат для него и закончился на этом. А игру-то он показал выдающуюся. В то недолгое время, что был на поле. Ну, а так в целом-то ничего. Но решение турнирной задачи сложнейшей, оно как-то, ну, отодвигало это на второй план. Ну, ладно, будет еще время поиграть. И вот тут надо было играть уже. Вот четвертьфинал, в смысле, одна восьмая пришла, вот все, теперь играй. Бац, а играть уже то ли из-за отсутствия Суареса, хотя я думаю, что в целом не очень, не очень хорош был Уругвай на этом чемпионате. Хотя я делал на него определенную ставку. Но Суарес, он мог бы пройти дальше? Ну, не знаю, ну, трудно сказать. Я не думаю, что уж так прямо решила бы это. Ну, Колумбия-то попалась она, Колумбия-то команда очень хорошая. Ну, в общем, вот Уругвай разочаровал. Остальные, ну, Мексика, кроме того, что она дрогнула, конечно, в последние там полчаса уже с Голландией. Ну, просто дрогнула. Но в целом она, конечно, достойнейшим образом отлично сыграла. Вот она там не разочаровала. Куста-Рику уже понятно. Уже и не разочарует больше. Куда уж. Вот эти команды, конечно, за ними интересно смотреть. Мексика начала хорошо с теми же голландцами игру. А потом как-то, ну, извечная история. Слишком рано стали играть на удержание счета. Закон футбольный, спорта и жизни показывает, что на удержание счета играть нельзя. Проиграешь. Да, ну, это действительно такая сложная какая-то психологическая опять-таки штука. Ты играешь хорошо, ты играешь лучше, чем соперник. Закономерно ведешь счете. Заслуженно. Ну, дальше играй. А что же тебе? Ну, конечно. Ну, вот что-то случается. Ну, вот к нашей беседе присоединяются слушатели. Прекрасно. Илья Ефимович из Москвы. Здравствуйте. Слушаем вас. Хочу выразить почтение замечательным журналистам Олегу Ленакову и Леониду Велихову. Хотел бы еще отметить чемпионат мира 1982 года, когда в лексикон советских болельщиков вошло слово «мундиали». Было сыграно два совершенно фантастических матча. Франция, полуфинал Франция, ФРГ. До сих пор его помнят. И матч Бразилии-Италии, где совершенно феноменальная команда Телесантана. Так до сих пор бразильские болельщики не могут понять, как же она могла проиграть 2-3. А Росси, конечно, в том матче поймал, что называется, струю, забив, сделав хэт-рик. Я хотел бы отметить, господа, что мне кажется, вот этот чемпионат мира, он, вся Южная Америка ждет финала Бразилии-Аргентина, потому что за прошедшие 19 мундиали ни разу этого финала не было. И хотя сборные Германии и Нидерландов, конечно, играют более коллективный футбол и лучше организованы, мне так представляется, что финал Бразилии-Аргентина для организаторов этого мира, это был бы высший кайф, и все рейтинги были бы побиты, поэтому, в общем, мне представляется, что как-то и судьи постараются помочь такому финалу. Ну, возможно, я не прав. Я хотел с вашего позвонения задать такой вопрос. Вы обратили внимание на составы сборных Биргии и Швейцарии? Там тон задают дети-мигрантов, которые вот 90-е годы в связи с политическими событиями в Европе приехали из полающей Югославии и так далее. В свое время, на мой взгляд, великий русский писатель Андрей Битов в Пушкинском доме, автор Пушкинского дома написал, что наш спорт – это шанс повенциалов, я бы добавил еще и бедных слоев. Не представляется ли вам, что вот эта тенденция, она и дальше будет в Европе, и, в принципе, через два-три десятка лет, в основном в сборных командах будут играть дети-мигрантов и белокожих футболистов мы будем видеть все меньше и меньше. Ваше мнение. Спасибо. Пожалуйста, Леонид Велихов. Может такое быть и позитивно, или это? Ну, вы знаете, тут нельзя сказать ни да, ни нет. Футбол – историческая игра, демократичная. Футбол – игра ниже слоев, хотя, опять же, где как? В Англии это было так, в той же Бразилии, которая превратилась во вторую родину футбола, это было ровным счетом наоборот. В футбол долго играли представители только аристократического сообщества, и темнокожих туда не допускали. Это была настоящая революция, когда темнокожим разрешили играть, участвовать вот такой вот в клубной жизни. Это все были совершенно такие аристократические сообщества, все эти знаменитые бразильские клубы. Так что все противоречиво. Я помню, как накануне уже этого чемпионата, я забыл, кто он, вот это такой был, то ли блог, то ли статья. Очень так красиво, в хорошем смысле слова, я ничего не ставлю это в кавычки, расписал команду Боснии Герцгавины, что вот там тоже, там, какого игрока не возьми, его отец погиб на войне, его семья вся была уничтожена и так далее и тому подобное. И автор считал, что это как-то очень мотивирует игроков. Это у нас на сайте было, это еще где-то, по-моему, было перепечатано. Но все-таки как-то мы не увидели такую уж, значит, великую команду. Так что я думаю, что футбол все-таки, футбол это такое сложное явление, настолько много в себя впитывающее, поэтому футбол, собственно, и стал спортом номер один уже когда, это гораздо больше, чем спорт, это какой-то симбиоз всего на свете, спорт, квинтэссенция социально-политической жизни, зрелища и т.д. и т.п., что тут я бы не стал какие-то вот такие вот делать, такие прогнозы такого мейнстрима футбольного. Но эмигранты же давно мы все-таки видели, а команда Франции, на ком держалась победившая в чемпионате мира. И голландцы знаменитации из Суринама. Ну, конечно. Нет, но это же футбол, он же не сам по себе, но это модель мира. В том-то и дело, конечно. Ну, какой мир, они же, эти эмигранты осваиваются в новых там странах для себя, в Бельгии, Швейцарии, Голландии, ну, они же не только в футболе осваиваются, ну, во всех областях жизни, ну, мир так устроен. Бразилия, Бразилия, это же вообще, ну, самый удивительный плавильный такой котел, ну, там же все есть, ну, поэтому я, кстати, полностью поддерживаю теорию Жоржа Амаду, бразильского писателя, который говорит, что вот смешение и рас, вся суть. Вот, я... Смузно-человеческая цивилизация, да? Надо сказать, что я... Мы бразильского футбола. Вообще, ну, вся суть, ну... Цивилизация Земли, да? И всей Бразилии, потому что, ну, я там побывал в 2000-м году и пришел к этому выводу. Амаду я прочитал после, ну, именно вот эти его сентенции, и прям, ну, елки, я так и думал. Я все пытался понять, почему в Бразилии самые красивые женщины на свете. А потому что там действительно, ну, там есть такие смешения, которые нам не придут в голову. Ну, мы знаем, что вот есть мулат, там, если белокожий, темнокожий, это мулат, а там есть, если с индейцами, это метис, а так и будет, ну, в общем, а там же есть, а если немца с японцем скрестить, а еще потом с индейцем, и вот там такое... Ну, там же есть все национальности вообще в Бразилии, но она же тоже вся страна из эмигрантов, из кого она, естественно. Как и весь американский континент? Ну, да, да, весь американский континент. Ну, и, в общем, вот благодаря этому мы имеем такой прекрасный футбол и такую замечательную страну, и народ такой. Ну, я думаю, что ничего плохого не будет в этом. Ну, слушатель задал нам такой сложный вопрос, сразу перешли к самым красивым женщинам. Но я хотел бы вернуться немножко к футболу, тоже отталкиваясь от вопроса слушателя. И вопрос у меня к Алексею Кузнецову. Алеша, вот в вопросе Ильи Ефимовича прозвучала такая сентенция, что судьи будут помогать в создании финала Аргентина-Бразилия. Вот тема судейства. Насколько судьи влияют на этом чемпионате? Я думаю, что на каждом чемпионате есть случаи, когда можно сказать, и многие говорят со стопроцентной убежденностью, что да, здесь подсудили тем-то, здесь вот сделали такую-то ошибку в пользу этих очевидную. Я предпочитаю все-таки не искать следов судейского заговора, как мы часто говорим на Радио Свобода. Мне кажется, эта ошибка есть ошибка. И судья в полуигры в любой момент может ошибиться. Мы можем на вскидку назвать очень много результативных ошибок, в том числе и в финалах чемпионата мира, в том числе и поступок, например, советского судья Дуфика Бахрамова на чемпионате мира 1966 года, засчитавшего гол ворота сборной ФРГ. До сих пор дают споры. Был гол, не был гол. Мне кажется, до сих пор твердого ответа никто не дал. Сейчас вступают в силу электронные технологии. Можно спорить, хорошо или плохо. Но вот любопытно, что на этом чемпионате, наряду с электронной технологией определения пересекли мяч, черту, линию ворот, есть и технология совершенно не электронная. Вот эта вот пена мыльная, которая отмечает удар до штрафного и линию, за которую не могут перешагивать игроки из стенки. Очень любопытное сочетание. Высокая технология, сложнейшая электронная и такой простой пузырек аэрозора с этой пеной. И как ни странно, аэрозор очень хорошо работает. Пойди-ка переступи эту линию, когда все перед тобой, все на лице, все, вернее, под ногами. И мне это очень нравится, что такая технология придумана. Она изящная, она с юмором и она очень результативна, что, конечно, очень важно. Пока я не увидел таких страшных, кошмарных ошибок. Конечно, были, конечно, замеченными. Да вот это далеко ходить не надо. И сейчас очень скандалят футболисты и тренеры Мексики, что пенальти, который ударил их ворота в конце встречи на арене Робини, был надуманный, что пенальти вроде бы не было. Да, даже и сам Робин поддал масла в огонь, сказав, что в начале матча он несколько раз нырял, то есть изображал, будто бы его сбили, но в финале сказал он, в последнем пенальти не все было честно. Вот вокруг этого можно говорить миллионы раз. Но есть простое правило. Если судья пенальти не дал, хоть спорь, хоть не спорь, хоть до сих пор советские игроки будут доказывать, что урагуайцы выпустили мяч за линию ворот на чемпионате мира 70-го года, а потом забили победный гол, гол был забит и засчитан. И в спорте не может быть такого в футболе, чтобы возвращались. Редкие случаи, когда переигрывали что-то, но это скорее исключение, поддерживающее правило. Мне кажется, что футбол тема хорошая, что спорить можно много, но результат остается. Это очень важное и очень существенное правило. Я бы не назвал это правилом, это такой образ действия в футболе. И вот то, что он присутствует, и то, что при этом сохраняются поводы для споров и для выяснения на многие годы вперед, придает футболу такой драматизм и такую динамичность. Спасибо, Алексей Кузнецов. Но мы посвятили львиную долю нашей программы событиям на Мундиале. А там ведь была сборная России. И эту тему... Видимо, не все это помечено. Не замечено, да? Да, и вот эту тему мы постараемся тоже сейчас обсудить. И хочу начать с опроса, который провел наш коллега на улицах Москвы. И версии неудачного выступления сборной России на чемпионате мира болельщиков высказали даже больше, чем есть в мире футбольных специалистов. Чемпионат мира по футболу продолжается. Однако Россия в нем больше не участвует. В чем же причина? Мы решили задать этот вопрос прохожим на улицах Москвы. В этом году, на самом деле, я вижу неподготовленность, к сожалению, наших спортсменов, да, в плане бега, в плане технических, да, способностей и так далее. То есть видно было, что люди, все наши спортсмены, уже приехавшие усталые, назовем так, да. Первый матч был, вот как мой сын еще говорил, что он любитель футбола и болел за нашу команду. Он сказал, что наши там не особо сыграли. Я не видела этот матч. Второй матч я видела только первый тайм. Они неплохо играли, но, к сожалению, вот жалко, что все-таки не смогли вырвать победу. Ну, может быть, надо было сразу поставить состав посильнее, потому что только во второй раз они поменяли состав и выставили всех самых лучших нападающих. Нормально сыграли ребята на своем уровне, в принципе. Все, что могли, сделали. Ну, понимаете, сейчас как бы уровень вырвался у всех команд, поэтому просто так никого уже не обыграешь, тем более на чемпионате мира. Проиграла сборная Россия, очень жалко. А как вы думаете, чья это вина? Чья вина? Да. Ну, так сложились обстоятельства, наверное. Они, наверное, старались, хотели выиграть, но не повезло. Я считаю, что команда России не показала, наверное, стопроцентный результат. Но я думаю, что у них все впереди. И уже достижение, что они попали на чемпионат мира. В том числе. Я согласна, что это наше достижение, что мы туда попали. К сожалению, сейчас не удалось. Но будем надеяться, что в будущем будет. Старались. А что не получилось? Ну, я думаю, что удача. Это немаловажный фактор. Все-таки в игре. И любой спортсмен, он едет побеждать. И если бы удача была, скажем так, более-менее на их стороне, они бы выиграли. У нас классных игроков просто не хватает. Потом, зачем нам тренер вот этот? Ну, какой бы он там ни был, но он не русский. Капелла, да. Он не русский, понимаете. Для того, чтобы... Я по себе знаю, тренера надо понимать. А если там через перевозчика, да еще чего-то... Я думаю, что у нас тренеры, вот тренеры, они есть. Есть, которые можно взять и дать, чтобы не каждый там полгода или год менять, а поставить вот задачи на 4 года. И будет тренировать. Есть же у нас тренеры. Опрос на улицах Москвы о причинах неудачного выступления сборной России, если его можно считать неудачным. Но, как видим, все воспринимают спокойно, никаких инфарктов. Олег Винокур, ваш комментарий. Ну, отлично. И ничего, ни слова, ни про судейство там, ни про какие указки лазерные, что там еще мешало. Ничего, по-моему, совершенно нормально. Ну, правильный, правильный подход, действительно. Я согласен с тем, что уже за счастье, что попали. Ну, действительно, это же редко в последнее время происходит со сборной России. Попали, хорошо. А хотя бы хотят выиграть все. Алжирцы что, не хотят, что ли, там, бельгийцы с корейцами тоже хотят. Больше хотят, получается. Нет, так нет же определяет. Андрей, вам это прекрасно известно. Вы просто пытаетесь спровоцировать меня сейчас. Я знаю, не получится. Вам это прекрасно известно. Хотят все одинаково абсолютно. А решает не хотение, а мастерство. Мастерства не хватило. А вы как считаете? Ну, как подходить к самому пониманию того, что такое хотение. Знаете, как говорит испанская, она же и французская пословица, хотеть значит мочь. Поэтому я думаю, что на самом деле, вот в таком понимании не хватало и хотения, потому что мы увидели, в общем, безинициативную совершенно такую серую команду, ничем не запомнившуюся, наверное, даже тем, кто за нее болел, то есть многим, тысячам, десяткам, сотням, тысяч российских болельщиков. Так что все в этом смысле закономерно. И закономерно еще в том смысле, вот Олег замечательно сказал, что футбол это модель мира, и футбол это, я добавлю, футбол это модель общества. Вот российская сборная в очень сильной степени отразила то состояние российского общества, в котором оно сегодня находится. Общество живущее без идей, без мотивации, без какого-то, так сказать, видения перспективы, видения будущего в самом разном смысле слова. Возможно, наши какие-то, так сказать, ура-патриоты мне будут возражать и всячески пытаться меня одернуть. Я выражаю свою собственную точку зрения. Ну, по-моему, вот российская сборная, выступавшая на чемпионате мира, это вот такая капля воды, в которой отразилось состояние российского общества. И в этом значительная, на мой взгляд, причина ее неудачи. Спасибо, Леонид Велихов. Алексей Кузнецов, вы слышали тоже опрос по поводу причин выступления сборной России на чемпионате мира, так думают москвичи. А вы как считаете, чего не хватило сборной? Ведь приехал высокооплачивый варяг и как бы навел порядок. Вот мое впечатление, что там 7-8 человек очень правильно передвигались вперед-назад по каким-то линиям, которые нам Капелло определил, но результата нет. Как вы считаете, почему его нет? Капелло, конечно, тренер талантливый, но он тренер все-таки в первую очередь клубный. Именно в клубе он достигал наивысших результатов, а в сборной у него было бы только работать в сборной Англии. Капелло привнес в сборную России, на мой взгляд, некоторую дисциплинированность. И показалось, что могут российские игроки выглядеть более или менее дисциплинированно на поле. Но беда пришла откуда не ждать. Две очень серьезные ошибки вратаря. Оказалось, вратаря Конфеев в сборной России очень играл самый надежный, едва ли не. Но в результате две ошибки пришли именно от него. Даже если не учитывать лазерные указки, так сказать, те самые. Но, конечно, сборной России не хватило не только тренера и надежного вратаря, не хватило очень такой главного настроя и решительности игры. Такое было ощущение у меня сложилось, что россияне играть могут. И временами игру показывали более или менее приличную впереди. Но вот сказать, что они очень хотели побеждать, я согласен. Не было чувства этого хотения. Я даже подумал в конце матча с Алжиром, что сборная России не хочет выходить и играть со сборной Германии. И матч в четвертьфинале. Потому что понимают, что крупное поражение от Германии, это будет, я думаю, не больше позором, чем ничья с Алжиром. Но что касается невыхода. Ну, бывали случаи, когда россияне не играли в финальной части чемпионата мира. Например, на позже чемпионате мира их не было. Ну, сыграли, да, хорошо приехали, показались. Но какой-то ключевой фигуры в команде россиян не было заметно. Нет игрока в середине поля, который конструирует игру. Говорили, что не приехал Аман Широков из-за травмы. И из-за этого были проблемы у России. Я не склонен переоценивать значение Широкова для сборной России. В принципе, были игроки, которые могли его заменить. Но в целом уровни игры, классы игры российских футболистов, как раньше не было, так и сейчас нет. Раньше я не имею в виду сборную России. В советских временах не говорим. Конечно, что с этим делать, я не знаю. Кто говорит, нужно лимит легионеров изменять в свою или иную сторону. Самому себе это не кажется. Мне кажется, не сработает. Кто говорит, нужен российский тренер. Хорошо было узнать имя российского тренера, который нужен на замену Капелло. И Газаев, и Семин, и Романцев уже попробовали этот хлеб. И с результатами примерно такими же. Поэтому перспективы сборной России, честно говоря, мне сейчас очень трудно предугадать. Не видно, что сборная Россия могла радикально усилить игру даже в преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года. Ну вот, к сожалению, мы такие перспективы безрадостно нарисовали. Но, в принципе, если кратенько вот так говорить. Вот Леонид делает на Радио Свобода цикл программ о золотом веке советского футбола. Ведь советский футбол, это был многонациональный футбол. Там пару-тройку последних десятилетий задавали тон, условно говоря, игроки не из России. Я говорю не о национальности, а о местах, откуда приходили игроки в сборную. Это были украинцы, грузины, армяне, даже какой-то период белорусы. Есть ли у этой России при таких природных условиях, при таких традициях, возможность создать сборную на уровне сборной Советского Союза? Как вы считаете, Олег Винок? Да нет, ну конечно нет. И дело здесь не в национальностях, мне кажется. Наши, не наши. Понимаете, идей сейчас нет. Вот советский чемпионат, благодаря этому, тому, что он был действительно многонациональный, везде идеи какие-то рождались. Кто-то что-то придумывал в Азербайджане, не важно, на Украине, в Белоруссии. Ну, тренеры появлялись, и вот эти, шел какой-то обмен идеями. Сейчас идей нет. Русский тренер, вот говорят, звучал тоже, прозвучала последняя точка зрения в этом вопросе. Человек хочет отечественного специалиста. Понятно все. Идеи никаких нет. Для того мы и берем иностранца. Очень многие, кстати же, сборные в мире руководятся иностранцами. Потому что это интересно. Новые идеи, свежие. Человек приносит с собой. Вот другое дело, надо уже выбирать, какой иностранец, какие идеи. Ну, Хиддинг. Ну, кто-то был против Хиддинга. Потому что это голландец. Голландский менталитет, он хорошо подошел. Вслед за ним был другой голландец, адвокат. Но мы понимаем, всю карьеру, если их сравнить, это два разных человека. Они, конечно, соотечественники, но они, в принципе, разный футбол всегда проповедовали. И, в общем, на сборной России это так и отразилось. При адвокате хуже была сборная, чем при Хиддинге. Теперь Капелло-итальянец. Какие идеи? Как мы сейчас только что с вами вначале про итальянцев говорили? Ну, зачем нам идеи из Италии? Ну, конечно. Для чего? Англичане на этом обожгли. Зачем англичанам четыре года назад были идеи из Италии? Вот из Мексики бы сейчас. Ну, может быть, следующий этап. Предположим, да. Из Бразилии? Ну, мало ли. Ну, какие страны? Аргентинцы. Ну, вариантов много. Наш не наш, это тут же... Не наши, а не разные. Вот. Наши одинаковые все, а не наши все разные. Вот. Поэтому, может быть, в этом направлении двигаться. А мне кажется, вот давайте я вам вот задам вопрос, поскольку я сказал про вот эти зарплаты. Это как в то дни жанра, да, что... Да. Пожалуйста. Ну, вот зарплаты есть высокие. Ну, в ряде случаев они отражают, понятно, материальное положение в стране. Ну, Мексика бедная, у нее тренер там 175 тысяч фунтов получает. А Англия богатая, у нее 3,5 миллиона там. Ну, где-то это, понятно, уровень претензий там на что-то. Ну, естественно, немцы, они хотят стать чемпионом мира, они должны иметь хорошего, высокоплачиваемого, серьезного тренера, предположим. Или там, не знаю, португальцы какие-нибудь хотят, должны иметь. В России что отражают эти 6,5 миллионов фунтов капелла? Вот что они отражают? Ничего, кроме пустых, необоснованных амбиций. Ничего. Не говоря о том, что, еще Олег, вы забыли сказать, что во всем мире футбол приносит колоссальные деньги, а какие он приносит в России? Ну... В России мы знаем, что за деньги крутятся в футболе. Это тоже, в общем, немаловажный фактор. Ну, вот в том-то и дело. То есть, понимаете, у нас вот так и получается, что ничто ничего не отражает. Ни уровня развития футбола в стране, ни уровня жизни в стране в целом, ну, не вообще, ни уровня авторитета сборной в футбольном мире. Ну, ничего, ничто не отражает ничего. Ну, вот она проблема. Вместо того, чтобы как банально не прозвучить, вот эти вот колоссальные деньги, которые платятся тренеру, бросить на развитие детского футбола, на создание новых школ и так далее. Это же, ну, опять же, совершенно тривиальная вещь, но откуда же взяться футболу, если нет подготовки детей, если в это не вкладываются усилия и средства? Да, и в результате тренер приехал к нам за эти 7 миллионов пресловутых, сделал глубокомысленный вывод о том, что у нас нет игроков, не хватает ему, мало кандидатов. Ну, замечательно. Ну, вот для этого нам вот требовалось, вот, чтобы нам кто-то открыл на это глаза. И получил карт-блан, что он будет работать до 2018 года, чтобы тут, понимаете ли, хоть тут небо на землю упадет. А игроков же как небо, так вот и в 2018-м то же самое скажет. И с ним, в общем-то, не поспоришь. Другое дело, что каким-то образом многие команды, у которых тоже нет игроков экстра-класса, каким-то образом все-таки, ну, игру хотя бы демонстрируют. Они не выигрывают там, допустим, ничего, но мы же уже этого не просим, мы не просим, ни один человек на улицах Москвы не скажет, он хочет, чтобы сборная России была чемпионом мира. Ну, то есть, хотеть-то можно, но требовать этого нельзя от команды. Ну, хоть что, ну, поиграйте хоть как-то. А для этого нужна идея, а тренерская идея нет. У нас тоже нет времени, уже практически осталось около пяти минут, и давайте попробуем ответить на такие вопросы, которые часто интересуют перед завершением любого турнира. Вот, кто лучший игрок нынешнего чемпионата, Олег, пожалуйста. Ну, вот, может стать им или Неймар, или Месси. В случае с Месси это будет удивительно, потому что Месси провел по своим масштабам очень неудачный сезон. Самый неудачный, наверное, сезон его был в карьере. И вот сейчас, если он вдруг раскроется и дальше там станет самым главным, он так самый главный в Аргентине, а может стать и на всем чемпионате, вот это будет тогда трюк, такой сюжет. Это будет сюжет. Леонид Велик. Ну, я не изменю тому, с чего началось, с голландцев, и назову пока что Робина. Алексей Кузнецов, как вы считаете, кто сейчас претендует, с вашей точки зрения, на звание лучшего футболиста Мундиаля? Претендует, конечно, Месси и Ариен Робин, но я лично болею за Томаса Мюллера, немецкого футболиста. Прекрасный игрок, мне он очень нравится, я в него верю. А если попробовать вот Памплуа назвать, четыре человека, вратарь, защитник, полузащитник, форвард? Ну, из тех, кто дальше должен пройти, Жулио Сезар, вратарь, так тогда, защитник Тиаго Силова. За нападающими проблемы у бразильцев, в ней я расставлю в этот самый, в полузащиту, и тогда на нападающей Месси. Все, отлично у меня сложилось. Три бразильца и аргентинец. Я бы воздержался, впереди еще главные матчи, поэтому рано составлять такое, значит, символическое сборное. Алексей Кузнецов, пожалуйста. Жулио Сезар, я согласен, Неймар, я согласен, Месси или Томас Мюллер, тут у меня двойственное впечатление. Кто у нас остался, полузащитник? Защитник? Я всех назвал, или защитник? Защитник остался. Защитник, да, это сложный вопрос. Честно говоря, не знаю, кого предложить. Березуцкий, может быть. Мертезакера, Мертезакера. Головки из Германии, скорее всего, да, может быть, даже и Метезакера. Вполне. Ну вот, слушатель нам предложил желанный финал Аргентина-Бразилия, а мы что хотим? Это был бы финал мечты, но только опять повторяю, я не представляю, если Аргентина выиграет. Вот это будет шок. А может выиграть? Ну, конечно, запросто в финале. Чего нет? Леонид Ереха, пожалуйста. Бразилия-Голландия, я считаю, что это вполне реально. И кто победит? А вот это я не могу сказать. Да, мне даже не хочется в таком прогностическом каком-то ключе что-то говорить. Пусть он будет таким, и это будет такой колоссальный вообще подарок, что уже не важно, кто победит на самом деле. Алеша, вам слово. Я считаю, я бы ответил в стиле нашего известнейшего в прошлом статистика Константина Есенина, что в финале из одной части сетки будет Бразилия либо Германия, а из другой части сетки либо Голландия, либо Аргентина. И любое сочетание из них будет прекрасным. Ну, замечательно. Я, может быть, не имею права на прогноз, но мне почему-то вот как-то больше всего понравилась игрой Коста-Рика. Я не знаю просто с кем бы свести Голландия и Коста-Рика какой-то вот легкостью, подвижностью. То есть вот летающие голландцы это известно, но и костариканцы какие-то... Коста-Рика возводите из Колумбии. Необыкновенные. Будет идеально. Финал, да? Да. Хорошо. Тут было бы интересно, потому что, как известно, одни и те же команды выигрывают чемпионаты мира. Если бы в финал хотя бы прорвалась, какой-то совершенно же новичок, это, конечно, было бы колоссальным таким завершением чемпионата этого. Ну, мы сейчас говорим посередине 1-8 финала. Вот буквально через 2-3 минуты начнется матч Франции-Нигерия. Айда, смотрите. Да, вот тоже прогноз. Какой прогноз? Есть... Финал, кстати, мы Францию забыли, она между... Мы Францию забыли, а команда хорошая. Может быть, не столь это самое. Хорошая команда. Да. Да, может. Но вот до сих пор мы видим, что фавориты побеждают. Там с трудом, с фортуной. Или вот тоже победят все фавориты? Франция, Германия, Аргентина, Бельгия. Ну, в 1-8 должны все-таки фавориты побеждать. Ну, чтобы интереснее была 1-4. Чтобы качество было. Так мне кажется. Потому что мне кажется, что голландцы уже могут праздновать успех в 1-4 и уже готовиться к полуфиналу. А это не очень интересно. А вы как считаете, кто в этом матче в ближайшем хотя бы? Франция, Нигерия. Франция, во-первых, повторю, что я уже сказал, по-моему, очень хорошая команда, не считая той, которая была на предыдущем чемпионате мира. Но вы знаете, все-таки я люблю желать победу, не фавориту. Поэтому я бы тоже... Спасибо. К сожалению, мы должны заканчивать программу. Вы слушали лицом к событию, кто победит Бразилию. Мы об этом разговаривали сегодня с журналистами Олегом Винокуровым, Леонидом Велиховым, Алексеем Кузнецовым, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»